Первое и самое главное — это молитва или настрой человека. Молитва — это способ соединить себя с источником счастья. Когда человек молится, он фактически бьёт в одну точку. Часто люди под духовной практикой подразумевают деятельность, которая даёт более широкое восприятие мира. Это не является духовной практикой как таковой. Духовная практика — это деятельность, которая углубляет восприятие. Оно увеличивает концентрацию человека. И повторяя одну и ту же молитву, человек всё глубже, глубже, глубже соприкасается с Богом. Есть определённые стадии в целом этого соприкосновения. Сначала человек обретает способность слышать духовный звук. Эта способность обретается очень просто. Если человек молится не один, а со старшим, можно включать голос наставника. И настраиваясь на его голос, человек сначала начинает вдохновляться от звука. Он чувствует счастье от этого звука. Это самый первый этап погружения в молитву. Постепенно это счастье из ума переходит в разум. То есть разум — это такая функция сознания, которая побеждает судьбу. И эту функцию всегда нужно включать. Она в обычной жизни выключена. Включение разума означает соединение себя с источником счастья. Потому что разум — это такая функция, которая наполняет нашу жизнь счастьем. Счастье к человеку приходит из двух источников. Первый источник — это наше желание. Если у меня хороший период жизни, то если я чего-то хочу, то это осуществляется. И это означает, что это счастье уже запрограммировано в нашей жизни. Но чаще всего то, что я хочу, не осуществляется. Поэтому этот источник счастья непостоянный, нестабильный. Но когда человек, слушая голос наставника, который тоже молится, можно это просто включать в записи, он вместе с ним начинает молиться, то в этот момент он начинает чувствовать вдохновение от этого звука. И это означает, что включается духовный разум в человека. Этот разум призван побеждать судьбу. И это первый этап молитвы. Второй этап молитвы приводит к тому, что вдохновение постепенно из ума переходит в разум. И человек чувствует вдохновение в сердце в этот момент, у себя в сердце. Когда вдохновение появляется в сердце, то в этот момент наши ниточки, все связи с близкими людьми, они включаются. Потому что человек обычно живет в замкнутой системе. Он не соединен с близкими людьми, потому что они все у нас забирают счастье. Когда мы переживаем о родственниках, когда мы думаем о близких, о друзьях, это все забирает у нас счастье. И часто человеку себе даже счастья не хватает. Поэтому мы находимся в замкнутой системе обычно. То есть эти ниточки работают очень слабо. Наша связь с близкими очень слаба в обычной жизни. Но когда человек на эту вторую стадию молитвы переходит, то у него появляется ощущение, чувство радости в сердце. До этого он просто радовался, а тут он начинает реально вот здесь, в области сердца, чувствовать радость. И у него из груди она вырывается. В этот момент духовный разум становится сильным и соединяется с источником счастья, то есть с Богом. С Богом можно связаться только через старшего, через наставника. Человек напрямую не может с Богом соединиться. Только тот может, у которого есть отношение с Богом. У нас у всех есть отношение с совестью. Это отношение с Богом, которые имеют административный характер. Ну то есть, что получил, то и что заслужил, то и получил. А есть еще личное отношение с Богом, не административное. Эти личные отношения или близкие отношения с Богом возможны только через старшего, потому что так же, как чтобы царем познакомиться, надо быть знакомым с его друзьями, так и с Богом тоже можно познакомиться через близкие отношения, через того, у кого с ним близкие отношения. Третий этап молитвы — это этап, в котором все ниточки вот этой судьбы включаются, и человек начинает вспоминать о своих близких в этот момент, о тех, кто нуждается в помощи. И в это время человек должен отвлечься от этой памяти, оставить ее на заднем плане и думать о поклонении Богу. Можно кланяться алтарю, можно кланяться наставнику в это время своих мыслей. И при этом человек повторяет молитву. Когда человек таким образом начинает действовать, то не его силы побеждают судьбу, а силы Бога. Когда искорка летит от солнца, она гаснет. Когда человек сам занимается своей жизнью, думает о своей судьбе сам и переживает о своей жизни, он точно так же, как компьютер, который не включен в сеть, он живет на батарейке. Когда батарейка заканчивается, у него нет сил помочь себе и другим. Когда человек поклоняется Богу, думает о Боге, несмотря даже на то, что у него в ум приходят какие-то мысли о близких, означает связь, контакт с ними устанавливается. То есть эта победа над судьбой всегда означает, что происходят определенные этапы в моей памяти. Память означает связь с объектом. Допустим, у меня нет работы. Три этапа меня отделяет, когда я молюсь, я в молитве нахожусь. Три этапа меня отделяют от победы. Первый этап. Я испытываю чувство, что я не найду работу или не найду жену, не найду мужа. Если я поклоняюсь, думаю о Боге, а это на заднем плане все находится, я не обдумываю, не обсасываю эту идею в это время, а просто поклоняюсь. Если я не обдумываю, не обдумываю, а останавливаю мысль, просто поклоняюсь, думаю об объекте поклонения, то постепенно это чувство, что я не найду работу или не найду близкого человека или не вылечусь, оно постепенно гаснет. Сила этого чувства гаснет. И наступает чувство спокойствия по отношению к этой теме. Такое ощущение, что как будто бы я ее уже почти нашел, эту работу, просто меня что-то до этого отделяет. Это первый этап. Победа над судьбой. Второй этап. Человек продолжает молитву, у него появляется знание, что делать, как себя вести, чтобы найти работу. Или найти близкого человека, или вылечиться. И на третьем этапе идет приближение к объекту. То есть человек уже начинает влиять на ситуацию. Он уже способен правильно общаться с работодателями, способен привлечь себе. Ну человек начинает привлекаться к нему близкий. Ну то есть уже как бы идет приближение. Таким образом, молитва, она побеждает судьбу. Я испытывал в своей жизни это сотни раз. Были ситуации, когда мне приходилось полгода молиться. Были настолько тяжелые события, что надо было полгода меня отделяло от победы. Бывало, что несколько дней, бывало несколько часов. Есть разные как бы пласты судьбы. И всегда, когда человек вместе со старшим молится, то победа гарантирована. Вот представьте в вашей жизни, если что-то должно произойти, и вы знаете, что победа гарантирована, вы все равно не потеряете себя, близких и так далее в этой ситуации. Бывают, конечно, случаи, когда Господь говорит в сердце, что это непреодолимая судьба, ничего не сделаешь. Такое тоже бывает. Итак, молитва или настрой, которые связаны с Богом, они дают победу над судьбой. Познать это является высшей целью человеческой жизни. Медитация на Господа, на поклонение является высшей целью жизни и делает жизнь осознанной и счастливой. Когда человек способен настраиваться на объект своего поклонения в жизни, через память это делается, я вспоминаю объект своего счастья, объект своего поклонения, то в этом случае человек становится разумным, сильным, осознанным и счастливым. Потому что счастье всегда должно откуда-то приходить. Счастье не возникает просто с потолка. Надо себя связать с источником счастья. И тогда ты можешь служить другим. Потому что, чтобы служить, нужна силы. Сила означает энергия. Если ты связан с Богом, ты можешь служить другим, тебе хватает силы. Если не связан, не хватает. То есть быть бескорыстным не так-то просто. Раскаяние, принятие своей судьбы тоже происходит с помощью молитвы. Как часто люди говорят, а ты прими свою судьбу. Прими. Чтобы ее принять, для этого нужны силы. Вот прими характер своего близкого человека. Прими судьбу. Раскайся. Для этого всего нужны силы. Сила означает связь. Если у тебя связи с Богом нет, ты не сможешь ни раскаяться, ни принять судьбу, ни обрестить устойчивость и спокойствие в жизни. Не сможешь. Потому что для этого устойчивость означает, ты принимаешь ход времени. Допустим, у тебя жизнь тяжелая стала, а ты это принимаешь. Ты считаешь, что это нормально, что у тебя тяжелая жизнь. Муж ведет себя плохо, ты это принимаешь. Это нормально для тебя. Нормально означает, что у тебя хватает на это сил. А если не хватает сил, это никогда не будет нормальным. И привыкнуть к этому невозможно. Таким образом, привыкание, принятие или терпение, все это означает способность быть соединенным с Богом. Если нет сил, невозможно терпеть, принимать, привыкать. Это невозможно. Достижение чувства баланса и гармонии таким образом означает, что человек все ниточки своей судьбы, все связи с близкими, с родственниками наполнил энергией счастья. Хотя бы на первом уровне. Когда в сердце просто спокойствие наступает, после молитвы это значит, что уже у меня в жизни все хорошо. То есть, может быть, родственники болеют, но по крайней мере, я сделал все, что нужно от меня. То есть на первом уровне. Потому что есть еще второй уровень соединения с родственником и третий уровень влияния на него. Но для того, чтобы эти два уровня пройти, надо нацеливаться конкретно в эту сторону. То есть помнить об этом во время молитв. Первый уровень означает, что я всем отдаю столько, сколько надо сейчас энергии. Но человек берет энергию и сам там побеждает. Но чтобы за него победить, я должен в памяти этого времени молитвы держать. Понятно разницу? Что обычно у меня спокойствие, значит, я все делаю для всех, сколько надо. Спокойствие в сердце. Если вас беспокоено в сердце, значит, вы не все в своей жизни делаете, как надо. Недостаточно трудитесь душой. Беспокойство означает, баланса нет. Это значит, что вы что-то поставили выше чего-то. Если человек выше всего ставит духовную жизнь, молитву, означает молитва раз, медитация на высшую цель жизни два, раскаяние, принятие, обретение устойчивости и спокойствия три, достижение чувства баланса и гармонии, как результат всего этого, означает, что у тебя есть возможность дальше жить. Поэтому, если человек с утра не помолился, не позанимался духовной практикой, он не имеет возможности нормально дальше жить. Он будет жить несчастным, напряженным, раздраженным, усталым, разочарованным, гневливым и так далее. В зависимости от того, что там не проработано в сердце. Субтитры создавал DimaTorzok